Здравствуйте! С вами программа «Время Икс». Меня зовут Ксения Вишневская. Ремесленная палата Севастополя реализует новый творческий проект «Баленки». Это Пальчиковый детский кукольный театр. И сегодня у нас в студии руководитель этого проекта, мастер ремесленной палаты Наталья Шапурова. Здравствуйте, Наталья! Наталья, я вижу, что в нашей студии очень много вы принесли с собой красоты, о которой мы сегодня обязательно поговорим. Но сейчас хотелось бы рассказать и приоткрыть нашим зрителям, что же это за такой проект «Валенки», кто идейный вдохновитель и что мы увидим. Такая идея возникла благодаря нашим мероприятиям ремесленной палаты, которые проходили у нас на Приморском бульваре вот в прошлом году. Это в фестивалях участия, в выставках. И мне очень хотелось поделиться своим мастерством, рассказать о валянии. Ну, в первую очередь, это всегда деткам интересно, когда они приходят на выставку, всегда останавливаются в моего столика, им очень интересно рассматривать мои работы. Конечно, для них это в первую очередь было нацелено. Вот, дело в том, что показать на вот этих уличных мероприятиях сам процесс валяния мне довольно сложно, вот в этих условиях улицы. А познакомить хотелось. И вот я решила, что, наверное, им можно дать готовые игрушечки уже поиграть, то есть прийти на выставку с каким-то коробом, чемоданчиком, еще пока не изготовили, да, какой-то будет такой вот короб, в котором будут уже игрушечки, декорации, в котором будет прятаться наша сказка. А детвора, в том числе и просто пришедшие на выставку, не только участники нашего театра, мастерской, смогут поиграть в эту сказку, поставить небольшой спектакль, поучаствовать в нем. Вот. А потом я задумалась, что, конечно, сам итог спектакля, это очень интересно, да, и показать, и поучаствовать. А вот изготовление игрушек, это же отдельная история, отдельная магия. И я подумала, что деткам будет очень интересно в этом поучаствовать. Поскольку сам процесс валяния довольно сложный, мною выбрана была такая техника для изготовления тех игрушечек, которая позволяет включиться новичкам, совсем маленьким деткам, буквально с 5-6 лет. И эта техника позволяет исправлять некоторые ошибки, недочеты, и итог всегда получается очень хороший. Скажите, а представлено здесь у вас что-нибудь, что, может быть, уже детки помогали делать? Да, вот они, наши первые звери, которые сделаны детскими ручками. Я тут, ну, так косвенно участвовала, только направляла их, подсказывала. Этого детки совсем маленькие. Ну, вот одна девочка у меня дошкольница, сестричка постарше. Приходили взрослые немножко, нам помогали. И, поскольку здесь валяние мокрое и сухое, нам помогали валять иголочкой хвостики, мордочки, потом это все соединяется, и детки прямо с вами доваливают смело в мыльной водичке, хвост крутили, ушки массировали, и вот получаются такие игрушечки. Скажите, я так понимаю, что это достаточно длительный процесс, чтобы получилась вот такая. Можно, кстати, одну посмотреть и ознакомиться? Я так понимаю, что это длительный процесс. Насколько детям нашим хватает терпения? Потому что они же у нас не очень терпеливые. Да, это сложно. Ну, во-первых, мы общаемся в процессе работы. Я всегда стараюсь их чем-то развлечь. Мы сказки читали, вместе сказку выбирали. Это, кстати, у нас сказка «Теремок» будет. То есть они, да, все в процессе, они на равных правах. Мы обсуждали наших героев. Допустим, боляли лисичку, рассуждали, кто такой герой у нас в сказках лисичка в народных. Мышка? Мышка. Зайчик. Сейчас у нас мишка в процессе тоже изготовления. То есть вот так вот разговариваем, общаемся, вопросы им задаю. Почему тоже хотелось бы отметить народные сказки, именно русские были выбраны. Во-первых, это небольшие сюжеты, которые можно действительно разыграть даже в таких полевых условиях, скажем так. А во-вторых, очень неприятным открытием для меня было, что наши современные детки сказок русских не знают. Да. Очень многие. Есть родители добросовестные бабушки, дедушки, которые сказки читают своим внукам, детям, а есть детки, которые совершенно не знают. Начинаешь с ними говорить о колобке. Кто это такой? Правда? Трех поросят тоже они не знают. Да, свинка, Пепа, да. А трех поросят не знают. То есть это, я так понимаю, еще и образовательная часть. Ну, получилось, да, что и так. Насколько я смогу рассказать, насколько я смогу информацию им донести, будут вот так вот рассказывать. Ну, читать сказки мы точно будем и с выражением, и вместе. А когда вообще предстоит открытие, и первый спектакль кукольный? Как это вообще будет происходить? Ну, мы планируем, что в июне месяце, когда потеплеет, мы сможем выйти вот куда-то в город, где на площадке будет для ремесленной палаты предоставлена для проведения фестиваля и выставки, что мы туда выйдем уже со спектаклем. Будут готовы герои. Наталья, а я так понимаю, вы занимаетесь уже, по-моему, около шести лет, даже более? Да, даже, наверное, более уже. И вообще вот кто был идейным вдохновением? Я просто читала о том, что вы как-то даже писали, что не хотели даже заниматься этим, потому что настолько это было трудно, и потом произошел какой-то переломный момент, и это все вас заразило настолько, что сейчас мы видим такие шедевры, которые и вы получили, у вас были выставки, где вы получили также награды за ваши труды. Расскажите немножко вот это. Ну, первоначально валяние, знаете, как-то было представлено либо вот с исторической нашей страны, когда там вспоминали, что валенки, у меня дедушка, кстати, валенки валял. Я инструменты видела еще в детстве, которые для этого использовались. Но все это было какое-то такое грубоватое. Сама ткань, сукно тоже такое все из неокрашенной шерсти, да, это натуральных цветов, белое, серое, коричневое, все какое-то такое толстое, грубое. Потом появились первые изделия, и тоже все какое-то такое было немножечко пушистое, лохматое, толстое, и мне не очень нравилось, честно могу сказать. Потом я увидела, какие игрушки делать стали с помощью сухого валяния. Ну, сразу разделим технику, поскольку мокрое валяние очень древнее ремесло, буквально много-много тысячелетий насчитывает. В общем-то, достоверно никто и не знает, откуда пришло. Получились. Да, и очень много в быту применяли. Это и одежда, и покрывало, и как плащ-накидки использовались, и дома укрывали. То есть в разных кочевых народах очень широко было представлено. А вот сухое валяние появилось, ну, не так давно, ну, может быть, в конце 19 века, может, даже в 20-м уже. Кто придумал иголочкой шерсть валять, тоже я информации, к сожалению, не нашла. Но интересно, что при мокром валянии шерсть сваливается благодаря мыльному раствору или специальному раствору и силе трения. То есть выкладываются слои шерсти, и с помощью рук или инструментов она уплотняется. Мыльный раствор разрыхляет волокна, раскрывает чешуйки на волосиках, и они сцепляются между собой, получается плотный материал. А сухое валяние, когда спутывание шерсти происходит с помощью иглы. Игла совсем небольшая, на ней такие зарубочки существуют, как маленькие крючочки. И многократно протыкая, она спутывает шерсть иголочкой, получается тоже войлок. То есть вот разные способы. Зато открылись возможности новые для войлока. То есть если раньше это была одежда, обувь, какие-то такие ковры, ну, правда, очень красивое тоже, да, творчество, то после того, как появилась иголочка, появились игрушки, объемные работы, скульптуры. То есть шерстью выяснилось, что можно не только какие-то практичные вещи делать, но и рисовать. Искусство. Появилась разноцветная шерсть, то есть ею теперь рисуют, ей выкладывают картины. Но вот если только раньше ковры были, то теперь художественные картины. Украшения, я не могу не обратить внимание на вашу красивую брошь. Совершенно верно, украшения. Затем появились игрушки, которые раньше, ну, мокрым валянием сложно добиться, каких-то совсем тонких деталей проработки. Я хотела поставить акцент на больших куклах. Я так понимаю, они такие у вас... Вот здесь это как раз выставка. Еще миниатюрные. Миниатюрные, да. Тут целая история, тут целая сказка рассказана. А вот, собственно, куклы, которые больше, да? До 60 сантиметров. До 60 сантиметров. А это, кстати, расскажите, пожалуйста, про тех клоунов. Они тоже... Вообще, на сегодняшний момент любимая работа, на которую я, наверное, сама бы никогда не решилась, поскольку здесь уже попытка портретного... Передать портретное сходство кукол. Это проходил проект в художественном музее имени Крашицкого к Рождеству и к Новому году. В прошлом году юбилей фильма был «Карнавальная ночь всем известного». И было такое пожелание, чтобы были представлены какие-то работы, связанные с этим фильмом, с его героями. Я пересмотрела фильм неоднократно, с удовольствием. Как бы можно было, да, ну, многим вдохновиться. Главной героиней, да, как всегда, бой курантов, красивое пышное платье, да. Но меня очаровали клоуны, тем более один из них, актер Зельдин, на тот момент еще был жив в здравии. Вдохновил просто меня на создание этих клоунов. Я много фотографий пересмотрела, тем более он там в молодом возрасте. Это настолько было интересно, познакомиться с ним вот так вот поближе, со всех сторон. Такая сценка очень интересная там была представлена, поэтому очень интересно было работать над этой композицией. Ее очень тепло приняли. И было очень приятно, что узнавали потом, особенно приятно. Я так понимаю, что можно по фотографии в том числе создать любой абсолютно, любую куклу, да? Наверное, да. Но так как я не являюсь художником, я, наверное, да, и не могу прямо так с уверенностью замахнуться. То есть вот это, да, была попытка. Мне кажется, вот, ну, благодаря тому, что люди, да, узнавали, мне кажется, что удалось. А так, конечно, мне легче, наверное, какие-то собирательные образы создавать. Потому что все мои куколки, они именно такие собирательные образы. Мне хотелось какой-то характер передать, какое-то настроение конкретное. То есть не просто конкретного человека изобразить, а вот такой вот собирательный образ. Наталья, я знаю, что у вас была мечта иметь фарфоровую куколку, да? Вы не поверите, она сбылась. Это куколка, да. Да, поверю. Да, расскажите вопросы, я почему-то... Да, и просто, что сейчас есть еще... У нас просто, к сожалению, время малое, поэтому я быстренько... Вот есть куклы-половинки. Немножко вкратце расскажите, что же это за куклы-половинки? Как они? Они раньше были популярны, а сейчас... Да, это тоже интересная история. Они были популярны очень много в Европе. 19-20 век. Эта куколка-половинка почему называется? Только верхняя часть изготавливалась из фарфора, а нижняя часть могла быть текстильная. Это, например, могла быть игольница, то есть юбка пышная была. Сверху фарфоровая куколка-половинка, снизу игольница. Сверху куколка, снизу шкатулка. Скрывали даже телефоны. Чехлы такие делались, потому что телефон раньше считался некрасивым. То есть их в интерьере скрывали. В общем, вот такая вот забавная вещь. И в мои руки попалась одна такая куколка. Мне кто-то ее подарил. Немецкий фарфор. Была очарована ею совершенно еще в детстве. Потом эта куколка от меня ушла. Ее забрала моя родственница, решив, что ребенку не стоит забавляться с такой дорогой вещью. Но она ко мне вернулась. Да? Да. Мне ее подарили обратно. Через вот прошествие столько лет мне их подарили. Че мне две куклы-игольницы, да, сделанные моими руками. Фарфоровые. Наталья, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. За то, что вы делаете такую красоту и обучаете наших деток. И творческих вам успехов, самое главное. Терпения. И всегда оставайтесь в этой паре. Спасибо вам. Спасибо. Оставайтесь с нами. Это была программа «Время Иксы». И в гостях у нас была Шапурова Наталья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»